Инспекторы противопожарной службы, не дождавшись устранения нарушений от руководителей городских рынков, решили действовать. Четыре базара на барахолке накануне временно опечатали. Работу рынков судебные приставы приостановили до тех пор, пока директора не обеспечат безопасность своих работников и покупателей. В прошлом году в ноябре, в декабре месяце мы провели рынки города на соблюдении правил пожарной безопасности. В ходе проверки выявлены ряд нарушений по пожарной безопасности. Это отсутствие пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения, обработка, деревянная конструкция не обработана огнезащитным составом, электропроводка, соединение жилых электропроводов. По решению суда эти рынки приостановлены. Какие рынки? Это рынок Улогер, Достер, Орал, Адам. В ближайшее время суд должен вынести решение о закрытии еще трех рынков за аналогичные нарушения. Каждый год на барахолке вспыхивают пожары. При этом проезда для спецмашин в случае чрезвычайных происшествий нет. Два года назад здесь при взрыве пиротехники погиб молодой человек 19 лет. По данным врачей, практически в каждом шестом контейнере торговцы болеют туберкулезом, а каждый пятнадцатый онкобольной. Ситуацию усугубляет антисанитарные условия, в которых людям приходится работать. Помимо сырости в холодных контейнерах и гор мусора вокруг, у людей нет элементарного места, где можно вымыть руки и поесть без риска для здоровья. Мусор, да, загрязненность здесь очень сильная. Как бы экология страдает от торговцев. По сообщению налогового департамента, на алматинских рынках более 12 тысяч человек не имели договоров о пенсионных отчислениях. И 2,5 тысячи никогда не получали социальный индивидуальный код. Программа модернизации рынков даст возможность алматинским торговцам, а их более 100 тысяч, не только копить себе на пенсию, но и брать кредиты в банках, пользоваться социальной поддержкой. Директора торговых объектов признаются, что сначала идею городских властей о модернизации рынков восприняли в штыки. Но теперь понимают, что торговля в уличных контейнерах неудобна ни продавцам, ни покупателям. Со временем даже люди перестанут туда ходить, потому что гораздо приятнее прийти в чистый торговый центр, запарковать машину удобно, где нет ни дождя, ни грязи, и сделать покупки. Поэтому мое мнение однозначно. 40 алматинских базаров будут переоборудованы в современные удобные торговые центры, а 30 торговых точек, построенных на красной линии, перенесут. Уже готовы эскизы 15 новых торговых домов, в которых люди смогут работать за небольшую арендную плату, при этом в более комфортных и безопасных условиях.